Он мечтает быть таким, как его сверстники, и стать программистом. У 15-летнего жителя села Новая Кука Алёши Сизикова серьёзное отклонение в физическом развитии, которое грозит тяжёлой инвалидностью, если не предпринять срочных мер. Подростку требуется дорогостоящая операция, а для этого необходимо ехать в Новосибирск. Историю болезни Алексея выслушала Любовь Хорошего. О том, что с сыном не всё ладно, Наталья поняла ещё в роддоме. Малыш вместо крика застонал и буквально сразу попал в реанимацию, где провёл почти двое суток. Но потом как-то всё сгладилось, забылось. До трёхлетнего возраста ребёнка. А потом у мальчика неожиданно подскочила до 40 градусов температура. Начались мучительные судороги. Врачи диагностировали эпилепсию и поставили Алёшу на учёт. Начался долгий курс лечения, который закончился только 4 года назад. К этому моменту обнаружилось, что грудная клетка мальчика всё больше деформируется. Под солнечным сплетением образовалась глубокая впадина. Ортопед сказал, у вас всё нормально, никаких показаний на операцию нет. Всё нормально, это вроде как возрастное пройдёт с возрастом, всё будет нормально. И так вот каждый год. У меня все записи есть, меткнижки. Там, где показаний нет, всё это нормально, нормально. Но впадина почему-то не исчезала, остановилась всё глубже, болезненно сдавливая лёгкие сердце. У Алёши началась одышка при малейших нагрузках. Ни о каких занятиях спортом не могло быть и речи. Мальчик стал стесняться своего внешнего вида. На речке купается теперь только в футболке. Когда в Чите открылся детский диагностический центр, Наталья сразу повезла сына на приём к ортопеду. Врач настоятельно рекомендовал оперативное вмешательство. Пока мы собирали документы, медкомиссию опять всё прошли полностью, с Новосибирска приехали врачи. Одинок Рыжаков. И когда он увидел Алёшу, он даже ему не дал полностью раздеться, он просто руки поднял, снимая футболку. И он сказал, говорит, да у вас что, у вас уже тяжёлые формы, деформации, вам столько операций и ничего более. Но сказал, что и на операцию квота не даётся. Стоимость операции по установке на грудной клетке специальной пластины – 105 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Да ещё кредит, взятый на покупку дома. Наталья обратилась за помощью в Русфонд. Там пообещали, что по самым приблизительным подсчётам читатели сайта соберут около 75 тысяч рублей. Недостающую сумму чуть более 30 тысяч благотворители просят собрать за байкальцев. Я хочу жить нормальной жизнью. Заниматься спортом, играть в футбол, ходить в лес, быть как свои сверстники, чтобы не было дышки, чтобы не мешало. Помочь Алёше может каждый из нас. Достаточно отправить СМС-сообщение на номер 5542 со словом «Дети». Стоимость – 75 рублей. А владельцы айфонов теперь смогут перевести пожертвования через мобильное приложение. На сайте Русфонда можно выбрать и другие способы оказания помощи ребёнку. Любовь хорошего, Георгий Новожилов, Вести Чита.